А без тепла в лютые морозы рискуют остаться и жители села Коянкус. Но причина отнюдь не в отсутствии угля, а природного газа. По словам людей, месяц назад одна из монтажных организаций обязалась подключить их дома к голубому топливу. Однако по непонятным причинам работы так до конца и не довели. Сельчане даже успели сделать немалую предоплату. Но вот представители компании приводят свои аргументы. Стороны выслушала Айен Рафин Рикпаева. Жителю села Коянкус Айбеку Муфтыкпаеву ежедневно приходится отправляться в город за пополнением запасов угля. Отец своих детей никак не ожидал, что первые морозы он встретит за топкой печи. Мужчина говорит, что его дом должны были подключить к природному газу еще в октябре. Однако все обещания подрядчика остались лишь на словах. Мы из 650 тысяч уже 230 тысяч отдали. На этой улице живут около 40 семей. У всех есть дети, которые ходят в школу, в садик. Сейчас приходится топить печку, да и угля немного. Все обещают, но никак не подключают. Тем временем у монтажной организации своя правда. Руководство компании ссылается на районный Акимат. Мол, там задерживаются документы, потому и абонентов не могут подключить к голубому топливу. Сейчас наш проект рассматривается в архитектурном отделе Акимата Ильейского района. После мы соберем все документы и передадим на баланс КАС «Трансгаза». После чего их комиссия проверит, и мы подключим дома к газу до конца этого года. Мы уже со своей стороны завершили наружные работы. Между тем представители КАС «Трансгаза» заявляют, что в последнее время в стране участились случаи несанкционированного подключения к газовым сетям. Как правило, об этом абоненты узнают только после проверки контролера. Подключение к газу требует прохождения определенных процедур, начиная с получения технических условий, заканчивая приемо-здаточными мероприятиями и врезки в подводящий газопровод. Соответственно, люди, доверяя монтажным организациям, которые не соблюдают данные процедуры, незаконно врезают, а потом получают огромные штрафы. Но штраф лишь малое, с чем могут столкнуться доверчивые абоненты. Нередко небрежное обращение с газовыми приборами влечет за собой гибель людей. Только за прошлый отопительный сезон из-за отравления газом и взрывов в стране пострадали свыше 100 человек. Еще 50 погибли. И в большинстве случаев ЧП произошли из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.